9 лет Валентина Трубицина готовит обеды и ужины для военнослужащих. Плюс домашний опыт. Все это помогло девушке выиграть первый этап конкурса поваров в своей воинской части. Следующий этап – борьба за звание лучшего специалиста продовольственной службы Приволжского округа. По условиям конкурса за 4 часа нужно приготовить обед. 6 часов дается на приготовление выпечки. Армейские повара делают все строго по технологии. Никаких усилителей вкуса. Продукты обычные – мясо, рыба, крупа, картофель, лук. Нам нужно приготовить три блюда. То бишь это салат винегрет. На первое у нас суп гороховый. И мясо отварное порционное с рисовой рассыпчатой кашей. И компот, разумеется, на третьем. Меню по-спартански простое, но сытное. Из специй разрешено использовать только соль, перец и лавровый лист. На старте шансы у всех конкурсантов равные. Результат зависит от главного ингредиента, который есть у каждого повара. И никто не может запретить его использовать. Каждый повар готовит по-своему. Всегда должна быть душа. Остальное – секретов никаких. Повара, как и все военнослужащие, должны в любой момент быть готовы защищать свою родину. Помимо умения вкусно накормиться служивцев, они должны метко стрелять и поддерживать свою физическую форму. Мы бегали, сдавали километр, пресс, растяжку нашу проверяли, стрельба, огневая подготовка, разумеется. Кулинарные способности военнослужащих проверяли и в походных условиях. Повара готовили в палатках на специальных печах. В зимних бушлатах и шапках рядом с дизельной печкой они все так же ловко шинковали овощи и заправляли супы. Условия, они как бы немножко отличаются уже, потому что все-таки это происходит в установленных палатках УСБ-56 и УСТ-56. Условия немножко другие, но повара наши на то они самые лучшие, что и в тех условиях, в блюдах, получается тоже наиболее качественные. Всего в конкурсе приняли участие шесть команд из разных соединений. За звание лучшего повара Приволжского округа Росгвардии боролись 30 военнослужащих. Победитель будет представлять округ на всероссийских соревнованиях. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.